Всем доброе утро, Мариночка, скажи привет всем. Привет. Ванечка, ты скажешь привет? Не хочешь? Ваня сегодня вредничает. Так, мы идём в садик. У меня старшие уже убежали на школьный автобус. Ну, а мы едем в садик. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Дорогие друзья, мы с Машей идём на автобус. Маша, скажи привет. Привет. Да. Маша, муж съездил на автобазу, купил комбикорм. Здесь комбикорм и там ещё один. И сейчас мы идём на автобус. Мне надо деньги снять сегодня. Приёдет нам по хате город. Но потом выберем, Маша. Хорошо? Ладно, идём. А, он ещё тут крупы купил, кстати. Это что он туда принёс? Он макароны ещё купил. Ладно, пойдёмте. Приехала я домой. Оксана помогает мне нести. Там я купила земляничку, будем садить с вами. И капусту взяла. Землянику 10 штук и капусту 20 взяла. А здесь продукты. Там сейчас сахар купила. Но сейчас муж его принесёт. Там 10 килограмм, потому что тяжело тащить. И мы сейчас, скорее всего... Не-не-не, домой не надо, Оксана, сюда ниси. И мы сейчас, скорее всего, будем ждать трактор. Должен трактор приехать, чтобы пахать огород. Я специально ездила, деньги сняла. А муж получил отпускные, она быстро... А может, я дам дома шоколадку? Сейчас я дам шоколадку. И на огород пахать, короче говоря. И вот такую, сейчас покажу, какую клубнику купила. Вот такую вот землянику взяла. 10 кустиков. Тут и красная шапочка. Тут есть и жёлтые несколько штучек. И взяла капусту. Два пакетика по 10 штучек. Ну, а там продукты разные взяла. Возьми, возьми, пей. Сыр взяла, рис пропаренный, хлеб. Ну, прокладки тут. Вот такой вот сыр детям тогда понравился взяла. Вот поэтому опять. Ватные палочки. Рис простой, длиннозёрный взяла. И хлеб. Чёрладик, нету там его ещё, да? Нет, не приезжал. Не приезжал ещё? Ну, значит, ждём тракториста. Всё, курочки. Ты пока курей не выпускаешь, да? А то пока нет, может, выпустил бы? Потом выпустишь? В парнике хорошо, ребята. Тепло уже. Прям благодать. Так, ребята, сахар взяла вот такой вот. 5 килограмм. Вот цена получается. Сахар у нас. Почём, почём, почём сахар? Что-то я не вижу сахар. А вот скидка. Сахар, сахар. 44 ватные палочки. Придут батон. А, это не тот вообще пакет. Ценник нету, ценника там на сахар. 45 рублей сахар. Я сегодня вообще специально поехала. Василис, ну ты прям села посреди коридора. Специально поехала, чтобы деньги снять, чтобы трактора, раз мы тут увидели, тракториста. Он поехал, говорит, сейчас я подремонтируюсь. И потом приеду, говорит, вам спахаю. Там сначала женщина будет пахать, а потом нам. Поэтому, пока он ремонтируется, да что, я быстренько сбегала, съездила в город. Сняла деньги. Ну, я вам показала, в принципе, то, что я купила. Батон, рис. Разное взяла. Сок брала один. Попить хотела, так и не попила. Рис взяла разных марок. Посмотреть, какой. Вот две вот такие вот. И одно вот такое вот. Посмотреть, который будет лучше, тот потом и буду покупать. Вот. Шпирт такой взяла, деткам понравился. Две баночки на холодильник, ватные палочки и прокладки. Вот такие вот все на все покупки. Кошка, видать, есть что ли, хотите, что-то бегает здесь. А, ну тут еще хлеб куплен. Так они убрали. Да, 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 да. Ты на батон будешь или на хлеб мазать? Да. На батон? На батон нарезной сразу. На, Маша. Оксана хочет поесть такой стиль. Давай я тебе сейчас водку открою. Пакет убери в стол, пожалуйста. Так что вот так вот. Теперь только осталось дождаться тракториста. Ждем теперь тракториста. И сегодня хочу посадить эту землянику. Сегодня еще также буду высаживать парник огурцы. Вкусный сыр. Сейчас попью кофе и будем дальше заниматься делами. Всем хорошего дня и хорошее настроение. Берегите себя, берегите самое главное свое здоровье. Тогда будет все у вас супер. Так, муж сходил в магазин. У нас закончилась соль. Он купил тут раз, два, три, четыре, пять пачек соли. Нам это надолго хватит. Но если солить, пока не начнем. Потом взял таких печенек. Взял подушечки у детей. Две булки белого. Майонез купил. Я говорю, у нас есть яйца. Можем смеем сделать майонез? Он не... Меня не послушал. Так, два ролла-то одна. Он себе обычно берет на работу перекусы. Два таких. Вот все покурим. Ура! Нам приехали пахать огород. Ребят, я очень рада. Сейчас я вам покажу. Муж уже убрал полки. Вот там вот трактор стоит далеке. Далеко-далеко вон там стоит. Сейчас будет вот это вот все пахать. Ура! Я прям очень довольна. Если честно сказать. Прямо рада. Там наши курочки. Мы их пока не выпускаем. Распахать будут. Но они там сидят. Поверьте мне на слово. Все живы и здоровы. Все, ребят. Нам начали пахать огород. Я очень рада. Муж тут тоже стоит. Сейчас будет смотреть. Если вдруг картошка будет попадаться, будет убирать. Все, ребят. Спахали мы огород. Вот смотрите, тут такие корни. Корни от тополя. Мы сейчас ходим и убираем. Выкидываем их. Тут одни голимые корни. Большие. Причем даже выдернуть. Видите, что торчат? Это вот корни. А я их выдернуть не могу. Видите, что? И тут вот весь так огород. Вон там вот вообще был какой здоровенный. Смотрите, какой корень. Я его даже достать не могу. И тут вот смотрите, везде вот этот вот часть огорода. Вот этот вот вся. Такими. Вон что корненькие большие. Кошмар. Все спахали, заплатили. Хорошо. Теперь можно дальше заниматься огородом. Так что радуйтесь вместе с нами. Мы спахали огород. Видите, вот смотрите. Это все корни от тополя. Вон что. Какие корни. Вон что. Видите? И каждый год мы эти корни убираем. Убираем, убираем, убираем. Толку никакого вообще. А что ты, Влад, будешь это корни? Там, слушай, один такой толстый. Я его достать не могу. Корень. Кошмар, короче говоря. Видите что? Одни голимые корни. Вон что. Вон сколько корней. Ужас. Ну все, спахали, скопали. Сейчас доски будешь укладывать. Сейчас муж доски уложит. Это мы тут ходим. Ты тут две будешь опять доски делать? Не одну? Это чтобы с сарайку ходить. Одна доска, сейчас вторую оттуда сделают. А потом вторую вот там вот, чтобы я могла в парни ходить и там поливать. Так что вот как-то так. Картошки мало, да, насобирала? В том году у нас много картошки, когда пахали мы набрали. А нынче даже и пол ведра нет. На донышке ведерко. А где, кстати, ведро? А вон там сейчас я даже покажу ради, интересно, сколько нынче мы ведро, пока грот нам пахали, нашли картошку. Ну почти пол ведра. И уже с хорошими росточками. Видите? Значит можно садить уже картошку. Земля уже теплая. Значит земля уже теплая, можно садить. Раз, ростки хорошие на картошке. Это тоже землю, картошку мы потом посадим. А что там не ложь доску? Потом? Понятно. Все, ребят, мы спахали, будем дальше садить. Ура! Кто за нас рад? Пишите комментарии. Дорогие друзья, у нас время к пяти часам подходит. Я пошла на почту, схожу мне на кусту там взять. Кое-что взять надо, чтобы потом отправить. Так что вот так. Идем с Оксаной, да, Оксана? Оксана со мной идет, скажи привет. Привет. Ладно, идем. Дорогие друзья, уже Маша пришла, Маша, скажи привет. Привет. Да, и мы сейчас идем в садик. Троицы, как всегда. Маша, Оксана и я. Маша, Оксана, ну и я. Пошли в садик за маленькими. Мы идем в садик. Мариночка там идет. Мариночка, скажи привет. Ванюшка идет с Машей, с Оксаной. Решил пешком тянуть. Ну, а я велик взяла. Зашли, лимонад взяли деткам. Уж просят лимонад, пускай пьют, раз хотят. И идем потихоньку. Ванюшка такой идет, девчонок взял за руки. На улице ветер сильно поднялся, поэтому сильно долго в садике играть не стали. А так они всегда играют там долго. А потом мы домой идем. А сегодня что-то ветер поднялся, такой, я думаю, дождик, мне кажется, будет. Поэтому идем домой. Дорогие друзья, решила испытать чугунную сковородку. И она подходит к этой плитке. Я очень рада. Но она очень тяжелая. Я хочу все равно купить блинную сковородку, чтобы можно было на ней пожарить блинчики. Но я все равно рада. Сейчас отварила спагетти, сделаю зажарку с тушенкой и будем кушать. Дорогие друзья, у нас ужин. Я приготовила спагетти с тушенкой. Также можно соленая килька и имбирь. Это я себе так положила. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Моя чугунная сковородка очень подходит к этой плитке. Я очень рада. Но все равно, ребят, хочу купить блинную, потому что ее поднимать очень тяжело. Она потому что очень тяжелая.